Президент Франции предупредил о возможном упадке Евросоюза. Выступая в Сорбонне, Эммануэль Макрон призвал ЕС ответить на конкуренцию со стороны Америки и Китая. Сахал готов начать наземную операцию в Рафахе, как только ее одобрит правительство. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в Минобороны. США подтвердили, что тайно отправили Украине ракеты большой дальности АТКМС. Джо Байден одобрил их поставки еще в феврале. Отели Руанды готовятся принять первых мигрантов, которых Британия высылает из страны на время рассмотрения их заявления о предоставлении убежища. Наша Европа сегодня смертна, она может умереть. Такое предупреждение сделал в четверг президент Франции в своей речи в Сорбонне. Он подробно изложил свое видение будущего европейского проекта. Семь лет назад в том же Парижском университете Эммануэль Макрон выставил защиту суверенитета Европы. Теперь глава республики ратует за то, чтобы мощный Евросоюз с сильной геополитической позицией мог противостоять военным вызовам и угрозам безопасности. По словам Макрона, если Европа хочет, чтобы с ней считались, она должна также изменить парадигму своих экономических и торговых связей. Из-за перехода на более жесткие социальные и экологические стандарты, предупреждает президент, Союз рискует уступить свои позиции Соединенным Штатам и Китаю, которые до защиты своих интересов проводят агрессивную политику, включая предоставление бизнесу государственных субсидий. Президент Франции хочет, чтобы Евросоюз ускорил свое развитие в пяти стратегических сферах, которые будут формировать мир завтрашнего дня. Это искусственный интеллект, квантовое вычисление, космос, биотехнологии и новые виды энергетики. Наконец, по мнению Макрона, предстоит усилить также битву за европейские ценности и либеральную демократию. Наш корреспондент передает... В секторе газа в результате авиаудара Цахал уничтожены два террориста, пытавшихся запустить ракеты по Израилю. Об этом заявили военные. Ранее обстрелом из газа подверглись Зирот и его окрестности. Армия обороны Израиля готова начать наземную операцию в Рафахе. Как только ее одобрит правительство, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Минобороны страны. Израиль считает Рафах последним бастионом Хамас. США призывают Израилю отказаться от этих планов, чтобы избежать новых жертв среди мирного населения. Однако премьер-министр ивейского государства утверждает, что это единственный способ добиться полной победы над Хамас. Тем временем в ООН снова указывают на тяжелую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве. The health infrastructure in Gaza has been decimated. The few hospitals still standing struggle to operate due to severe shortages of supplies and frequent power outages. As summer draws near and temperatures rise, communicable diseases threaten to sweep through Gaza. Эксперты предупреждают, что опасность массового голода в секторе газа велика. Вместе с тем, как отметил спецпредставитель США по гуманитарным вопросам Дэвид Саттерфилд, в последние недели Израиль предпринял значительные шаги под опуску поставок помощи в сектор газа. Принять меры для разрешения гуманитарного кризиса в газе ранее потребовал президент США Джо Байден. США подтвердили, что тайно передали Украине ракеты большой дальности от АКМС в начале апреля для использования на украинской территории. По словам представителя Пентагона Гэрена Гарна, президент Джо Байден согласился на это еще в феврале, после чего ракеты дальностью до 300 километров были включены в пакет военной помощи, о котором было объявлено 12 марта. Джейк Салливан также отметил, что решение передать Украине от АКМС было принято после того, как Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи. Тем временем в Киеве президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за одобрение законопроекта военной помощи на 61 миллиард долларов. Владимир Зеленский также заявил, что у него источная информация от украинской разведки о том, что Россия попытается сорвать мирный саммит, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. По его словам, Москва разработала конкретный план того, как уменьшить количество принимающих в нем участие стран. В начале апреля власти Швейцарии объявили, что отошлют приглашение на саммит более чем 100 странам, в том числе и России. Через несколько дней после того, как Великобритания наконец одобрила законопроект об отправке мигрантов в Руанду, центр приема в этой восточно-африканской стране заявил, что готов разместить первых депортированных. В 2022 году правительство Великобритании заключило спорное соглашение с Руандой о приеме людей на время обработки заявления о предоставлении убежища. Такие меры призваны сократить поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Когда они живут здесь, в Хоп-хостеле, они получат различные услуги, различные хоспитальные услуги, как аккомодирование, где мы имеем возможность аккомодировать 100 людей. Эта схема, реализация которой долгое время задерживалась, из-за юридических проблем подверглась резкой критике со стороны правозащитников, как бесчеловечная, неэтичная и в конечном итоге неработоспособная. Но план вызвал интерес в Европе. Министр иностранных дел Великобритании на этой неделе находился в Италии для поддержания связи с представителями итальянской береговой охраны и министрами правительства. Речь шла о том, как помешать мигрантам совершать опасные переправы через море. Соглашение между Великобританией и Руандой в некоторых основных аспектах похоже на спорный пакт Рима о передаче просителей убежища, ожидающих рассмотрения к досье во временные центры в Албании. Автогиганты демонстрируют новейшие модели электромобилей на международном пекинском автосалоне. В выставке, которая продлится до 4 мая, принимают участие 2000 компаний, как производители автомобилей, так и поставщики комплектующих и разработчики программного обеспечения. Среди участников крупнейшие европейские компании. Свой электрический концепт представили BMW, Volkswagen и Audi. Электромобили стали хедлайнером пекинского автосалона. В данном сегменте именно китайские концерны бросили вызов конкурентам. В Европе автопродукция из КНР известна своими сравнительно низкими ценами. Это считает Евросоюз результат нечестной конкуренции. В прошлом году Брюссель объявила проведение расследования в отношении субсидирования Пекином строительства электромобилей, поступающих на европейский рынок. Так или иначе, производители Поднебесной продолжают наступательную стратегию на европейский регион. В ближайшие годы китайский концерн BYD планирует открыть в Венгрии завод по производству легковых автомобилей. Прошло уже более полувека, но голос этого португальца все еще дрожит, когда он вспоминает о днях, проведенных в тюрьме в годы диктатуры Антонио де Оливиро Салазара. 50 лет назад, 25 апреля 1974 года, революция Гвоздик в Португалии положила конец четырем десятилетиям диктатуры. В марте этого года страна вступила в новую эпоху. После восьми лет правления социалистов, на парламентских выборах победили правые, а уровень поддержки ультраправой партии Щега значительно вырос. В ходе избирательной кампании, международная правозащитная организация Amnesty International предупреждала португальских избирателей. И ганяр votos. О расизме existe. О расизме есть. О расизме неадеквате есть. О расизме есть. О расизме. О расизме. О расизме. О расизме. в том, что в нем был 18% в последние годы.